Открытый чемпионат по стрельбе из боевого ручного оружия прошел 28 марта на полигоне Управления Росгвардии по Чикотскому автономному округу. Шесть команд различных подразделений силовых структур соревновались в нескольких видах спортивной стрельбы из автомата и пистолета. Анастасия Сертун наблюдала за состязаниями. На сопке Останцовой сегодня шумно. Представители силовых ведомств в рамках открытого чемпионата регионального управления Росгвардии соревнуются в стрельбе из боевого ручного оружия. В каждой команде по четыре спортсмена участвуют судебные приставы, полицейские, служба безопасности, военнослужащие, Минобороны, сами организаторы Росгвардии. Первыми на полигон вышли стрелки из автомата Калашникова. В соответствии с приказом Минспорта номер 609 условия выполнения упражнения из автомата Калашникова устанавливается мишень на щите 0,75 на уровне глаз. Расстояние до нее 100 метров. Мишень может быть двух видов. Как интерпол, которая у нас здесь представлена, так и обычная мишень номер 4 зеленая с кругами. Из стрелет Макарова у нас будет выполняться в мишень как раз таки зеленую с кругами. Поэтому на наших соревнованиях представлены как два вида оружия, так и два вида мишеней. Из автомата спортсмены стреляют по двум направлениям из трех положений. В каждом свой временной показатель. 30 секунд из положения лежа, 40 с колена и 50 стоя. После серии выстрелов щиты участников снимаются для подсчета очков и закрепляются новые. Погодные условия, мороз, ветер, слепящее весеннее солнце усложняют условия состязаний. По окончании стрельбы из автомата, небольшой перерыв, чтобы отогреться, затем участники соревнований приступают к стрельбе из пистолета. В один щит в течение 10 минут совершается по 10 выстрелов с одной руки. В ходе выполнения производится смена магазина патронов, а также с целью корректировки участники периодически смотрят на мишень через бинокль. Завершающим упражнением была скоростная стрельба с двух рук. На нее отведено всего полминуты. В случае, если спортсмены наберут равное количество очков в стрельбе из пистолета, лидер определяется по результатам второй серии выстрелов. Принимало участие 6 команд. Данные соревнования проходят с целью отработки навыков использования огнестрельного оружия, также тактических навыков применения оружия в любых условиях. А условия были экстремальными. Несмотря на это, ни одно боевое оружие не дало осечки. А спортсмены показали хорошие результаты, которые шли как в личный, так и в командный зачет. По итогам, лучшим стрелком из пистолета стал офицер Росгвардии Дмитрий Кирсанов. В стрельбе из автомата наибольшее количество очков набрал его заслуживец Евгений Колодкин. В общекомандном зачете первое место присуждено команде организаторов. Добавим, что чемпионат проводился согласно календарного плана спортивных мероприятий Окружного департамента культуры, спорта и туризма.